Теракт в Стамбуле, который унёс жизни немцев, по-прежнему тема номер один и в турецкой, и в европейской прессе. Меньше чем за сутки спецслужбы страны организовали рейды в разных городах, обнаружили возможных соучастников стамбульской атаки, организаторов других терактов, и просто тех, кто рвался вступить в ряды ИГИЛ. Задержанных десятки, и в их числе есть граждане России. Максим Сёмин узнал подробности. Всего за несколько часов турецкие спецслужбы задержали около 70 человек, подозреваемых в связях с запрещенной нашей стране группировкой «Исламское государство» и в подготовке совершённого накануне теракта. Причём трое из них россияне, вот их ведут к машине. Журналисты, которых, очевидно, заранее предупредили об аресте, снимают происходящее. Обращает на себя внимание тот факт, что от консульской помощи российские граждане отказались. Сразу же после получения информации о задержании в Турции трёх граждан Российской Федерации, российские загранучреждения связались с турецкими властями для прояснения всех обстоятельств. Согласно турецким полицейским протоколам, задержанные отказались от контактов с официальными российскими представителями. Мы перепроверяем эту информацию и будем выяснять все обстоятельства задержания. Источник агентства ТАСС в российском компетентном ведомстве сообщил, что по всем трём задержанным имеется информация об их связях или участии в зарубежных террористических формированиях. Более того, один из них был ранее объявлен в российский и международный розыск. Двое других несколько лет назад уехали из России на Ближний Восток, якобы на учёбу. В результате теракта в центре Стамбулу погибли 10 человек, по словам туристы из Германии. Ещё 17 получили ранения. Сегодня стали известны некоторые подробности случившегося. Выяснилось, что жертв могло быть гораздо больше, если бы не женщина-гид, которая проводила экскурсию. Она услышала подозрительный щелчок, увидела террориста, бомбу в его руках и успела крикнуть по-немецки «Бегите!». Взрыв прогремел, когда люди бросились в рассыпную. Между тем, газета «Хабертюрк» опубликовала записи, на которой якобы запечатлен террорист, взорвавший себя накануне. По данным издания, его зовут Набиль Фадли. Где и когда эти кадры были сделаны, не сообщается. Немецкая пресса, в свою очередь, обвинила турецкие власти в заигрывании с террористами из исламского государства. Слишком долго Анкара смотрела на действия исламского государства сквозь пальцы и даже поддерживала его. Но тот, кто связывается с дьяволом, рано или поздно окажется в аду. К этой мудрости исламское государство подводит президента Турции Эрдогана невероятно болезненным путём. Турецкие власти почти сразу после теракта сообщили, что совершил его выходец из Саудовской Аравии 1988 года рождения, связанный с исламским государством. Он прибыл в страну из Сирии. Немецкие власти при этом обращают внимание на тот факт, что ранее исламисты в Турции на иностранцев старались не нападать. Сейчас террор в Турции перешёл в новое измерение. До сих пор в Турции целями нападений, приписываемых исламскому государству, становились левые и курдские группы, а не западные туристы. В свою очередь, источник агентства ТАСС в российских силовых структурах подверг действия турецких властей кризики. Он обращает внимание на тот факт, что 70 человек арестовали почти сразу же после взрыва. Это значит, что все задержанные находились на контроле у турецких спецслужб. И всё это, цитата, вызывает вопрос, почему не было предпринято никаких превентивных мер по предотвращению теракта. Максим Сёмин, Первый канал.